Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений доложили о проделанной работе. Подробности в следующем материале. Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня несколько вопросов. Это первый доклад о оперативной обстановке блока силового. Второй доклад у нас и важное направление это работе с семьями бойцов наших СВО. О взаимодействии, какие меры поддержки оказаны, как мы помогаем, какие мероприятия проводим, прошу доложить Марину Владимировну Зинкину. Следующий доклад о замечаниях и обращениях, которые поступают от наших жителей. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во всех субъектах Российской Федерации создан Центр поддержки семей и участников специальной военной операции и Фонд защитники Отечества. У нас в городском округе для более удобства наших защитников и их семей все три учреждения открыты в одном месте. Это город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3. В целях точечного и адресного касания над каждой семьей была взята опека в виде кураторов, которые посещают наши семьи с целью выявления потребностей и внимания, а также адресно участвуют в поздравлении семей в праздничные дни с вручением подарков. Для семей и участников специальной военной операции организовано посещение культурно-развлекательных мероприятий. Дети уже успели посетить концерты, экскурсии, цирк, ледовое шоу, мастер-классы. Дети военнослужащих не остаются без внимания и все, кто нам отправляет заявки, в этом году кто-то уже направился, кто-то направится еще в летний период в лагеря. Следующий доклад о обращениях поступающих от наших жителей. Какие замечания, предложения поступили? Доложит Баранов Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. В результате объезда территорий по замечаниям и обращениям жителей установлено следующее. На МЦД станции Красково необходимо организовать покос трав. Аналогично у нас требуют уже повторного покоса и ряд автомобильных дорог городского округа. Это улица Смирновская, Холебозаводская, Урицкого, воинов-интернационалистов. На текущей неделе в среду глава округа вместе с командой заместителей проведут традиционную ежемесячную встречу с жителями, которая у нас крайнее время проводится в формате выездных администраций. Встреча состоится в сквере на третьем почтовом отделении у МИГа 29. Кроме того, по данному адресу будет проводиться праздник двора и День соседей. К участию приглашают все сживающие. Начало встречи с жителями в 18.00. К сожалению, не исполнено поручение по спиву аварийного дерева вдоль Красковского шоссе. Уже необходимо проводить повторную очистку остановочных павильонов от наклеенных вновь объявлений и в том числе участить сбор и подбор мусора на них. Давайте вернемся по невыполненным всем поручениям. Первое – это дерево, которое никак спилить не можем. Красковское шоссе. Какой адрес? Да, Красковское шоссе. Дорога региональная. Владимир Михайлович, порученный билет выдали. В четверг выходит на это. Дорога региональная, дерево наше. Дерево наше. В четверг выходит на четверг. В четверг. Отлично, Дмитрий Юрьевич. Тогда на следующий вторник скажете, спилили или нет. Остановки. Что с остановками? С остановками контракт заключен у МОС «Автодора». Они будут подключать, я думаю, буквально неделю. Нет, подключать – это понятно. Для того, чтобы убрать бумажки, какой контракт нужен. Нет, бумажки ежедневно убираются. Владимир Михайлович, у меня фотографии есть. Ну, фотографии видите, которые в презентации? На этой неделе объедем эти остановки, особенно новые, которые установили. Первое – плакаты все должны быть размещены. До сих пор не разместили. Лето в Подмосковье. Обещали за два дня. Вторая неделя пошла. Евгеньевич, сможем плакаты разместить? Сможем. Сделайте сегодня, потому что завтра объезд будет. Коллеги, у нас по повестке все вопросы. Есть дополнения, предложения. Если нет, всем хорошей рабочей недели.